итак уважаемые сейчас я вам покажу я не показал вопросы зачитал как выглядит рамка изолятор и немножко расскажу чтобы вам видно было она вот приблизительно вот такого порядка это вот верху ней вот ну она сама расплывчато вышла как говорится но это как шкафчик как выглядит 85 ширина у него здесь вот а вот выглядит черная сторона 70 высота но это как говорится все вы рассчитываете по своей рамки насколько вас рамка будет вот вот одна полочка вторая полочка между ними вот в эти две широкие вот это одна широкая и это вторая широкая по центру узенько по одному сотику вставляется ну зимует по центру здесь опять две широкие вот это крышечка с этой стороны как у пенала задвигается туда-сюда вот и эта дверка точно так задвигается все эти дверки поднимаются опускается с обратной стороны с обратной стороны это тыльная сторона сеточка забивается мелкой и у каждый отдел запускается маточка вместе с 70 пчел 60 70 чел 67 чел таким образом они находятся в этом отделе до двух месяцев ставится сотик с медом и сотик пустой сотик с медом из сотик пустой по центру у них получилось узкая потому что не хватило всей длины и они ставят по одному сотику в общем приблизительно такой вариант если у вас уже информация есть то вы можете разделить свою рамочку так чтобы устроить туда приблизительно такую пропорцию сотиков и с медом и с пчелами и так до встречи извиняюсь что плохо получается потому что сама по себе фотография на расплывчатая копия сделана и еще почитаю вам тоже весьма маленькая статейка называется против восковой моли опять мой очень сильно распространена на всех пасеках и к ней применяется массовые средства разного рода называется испытанное средство или против восковой моли на пасеках нередко можно встретить пчелиные семьи пораженные личинками восковой моли но не избежала это участи свое время и моя пасека против этого вредителя я применяю нафталин держу его не только в сотохранилищах но даже в улях с пчелами сразу же после выставки пчел из зимовника кладу каждый улей около передней стенки справа или слева от литка спичечный коробок с нафталином и держу его до 15 июня в это время у нас начинается главный взяток который длится до половины августа с окончанием медосбора коробки с нафталином снова помещаю улья и оставляю до похолодания то есть во время медосбора он их вынимает когда идет медосбор как медосбор прекратился он выкачал чтобы на мед не оказывалось никакого влияния далее читаю с окончанием медосбора коробки с нафталином снова помещаю улья и оставляю их до похолодания нафталин применяю десятки лет и всегда с неизменно хорошим результатом на пчел запах нафталина погубно не влияет а вредитель в улья не заходит не через литок не случайно образовавшую щель с тех пор как я начал пользоваться этим средством на пасеке не стало и пчелиного воровства отмечаю интересную информацию не стало пчелиного воровства советую проверить не поражаются пчелы и браули за нет на моей пасеке и инфекционных заболеваний ну естественно и клеща падает от нафталина от души рекомендую всем пчеловодам попробовать это средство итак друзья предлагают пробовать пробуйте только сначала на одной семье и не берите больших дозах спичечный коробок и он ложит туда от 5 до 10 граммов не больше в зависимости от семьи рекомендую до 20 граммов но и многие я прочитывал журналы жалуются что может они воспринимают эту информацию целиком но не воспринимать какого количества семьи семья в них какого количества ложат допустим на маленькую семью сразу 20 граммов а это маленький отводок и естественно он перегружается и может пропасть когда сильная семья она выветривает и все получается хорошо и так до встречи ставьте лайки подписывайтесь и если хотите получить новое видео которое постоянно выходят она вас нажмите на колокольчик кликните и вас будет постоянно новая информация также не забывайте сверху нажать на подсказку на белый кружочек вам нажмете туда и посмотрите какие есть подходящие видео которые могут вас заинтересовать и также в конце этого видео вы увидите добавочное 4 видео которые высветятся и вы можете и и на них проверить то что вам нравится нажмете посмотрите не нравится пропустите дальше после посмотрите следующее видео какое вам нравится до встречи подписывайтесь ставьте комментарии жду ваших спасибо до свидания спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр